МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошние новины региона. Вачимы корреспонденты у телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня у Гомеля проходят урочистости, примиркованная до 75-ти годы Чигунышного района. Па час утворения у 1940-м годе он займал невеликую территорию у полночной и частково-центральной частках города. Сегодня территория Чигунышного района перевышает 4 тысячи гектаров, на якой проживают около 180 тысяч человек. Олег Сенцеров потекавился его историей и перспективами. Основное предприятие Гомеля – буйные транспортные артерии, автобусные и чигунышные вокзалы. Усё это сучасный чигунышный район. 75 годов тому и свою назву он отримал – Минавитат, наявный институт Чигунки. На этой же территории, до речи, находится и самое старое, буйное промысловое предприятие Беларуси – завод «Гомсельмаш». Сегодняшне в Чигунышном районе неколько десятков вытворческих продукций, яких вядомы не только в нашей стране. Если говорить о субъектах хозяйствования, то, конечно же, это в первую очередь такие гиганты, как Беларусьнефть, Дружба, завод «Гомсельмаш», который сегодня далеко за границами нашего государства представляет и представляет нашу республику Беларусь. Традиции попередних поколений в учигунышном районе протягивают и дополняют сучасную молодь. На урочистом вечере популярностью сирот гостей корыстаются распросовки наученцев Гомельского держанного профессийно-технического колледжа электротехники. Вот тому тут створили гурток робототехники, який займается экспериментальной деятельностью. За реальной перспективой выкрасывания напрасовок на вытворчестве. Эти здания, которые используются при построении, допустим, роботов, можно применить, к примеру, при построении промышленных, допустим, станков, либо каких-то других устройств. То есть те же алгоритмы. У администрации чугунночного района Гомеля подкресливают 75-е годы, гэта пеш за все свято местового населенияства. Уречте, усе досягнение района, выник их працы. Тут у вугули проживало шмат знакомитых людей – героев Советского Союза, социалистичной працы, чемпионов и призеров спортивных споборницов международного узровня. Свой отбиток у истории чугунночного района покинули так само особы, якие были без перебольшивания с усветными знакомитостями. Военный аэродром у Гомеля побудовали после закончения грамадянской войны. Кажут, что Горышский до этого часа находится под сучасным сквером будовников. У 1928 году тут служил военлюд Валерий Чкалов. У Апошня Гады в учебном районе проведена великая работа по доброупорядкованию территории. Человеку, кажут, необходимо створать умовы не только для працы, а и от починку. Хоть об здоровье людей тут так само не забываются. Уречте, развиваться район повинен комплексно и у Себакова. В прошлом году ввели в эксплуатацию ожоговый центр, обеспечили больницу современным диагностическим оборудованием, внедрением высоких технологий и улучшением показателей здоровья населения. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Гомельский областный клинический онкологический диспансер сегодня означает свое 70-е годы. Заразу в этой установе, что год проводится больше 8 тысяч операций, з их приклада 300 высокотехнологичных. От одного кабинета, где проводился только амбулаторный прием, до сучасной медицинской установы. За 70 годов областный онкологический диспансер зарабил значный крок наперед. Зараз сучасная онкология находится на такой стадии развития, якая при свойчасовым выявлении захворвания, дозволяя не только выротовать человека, а лезобеспечить ему высокую якость життя. По словам керауниства «Гомельского онкодиспансера», сегодня тут оказывается специализованное лечение на сучасном узроне с применением досягнений у сусветной медицины. Что год в установе проходит лечение маль 20 тысяч хворых из разных краин, ясше коля 120 тысяч пациентов отримливают допомогу у поликлинице. Мы работаем фактически на уровне мировых стандартов. Конечно, какие-то проблемы у нас есть, как и везде во всей стране, но я сказал бы, уровень высокий. Я вам скажу, что, наверное, мы работаем на уровне не онкологии Минского, наверное, не хуже. Я езжу и в другие страны, в СНГ, в Россию, и по странам СНГ, которые проходят различные мероприятия, онкологи собираются часто и обсуждают вопросы. Я думаю, что уровень довольно велик, потому что у нас, я вам скажу, лечится много людей и из Украины, и из России, и из Прибалтики. Шарговая телефонная размова с жихарами регионов по хвалючих их пытаниях отбудется заутро. Процтавники улады проведут промые линии. С 9 до 12 годин звороты грамадян будет принимать наместник старшини Гомельского областного выканавчика комитета Владимир Владимирович Горбачеву. Нумер телефона у Гомеля 75 12 37. Параллельно промые линии проведут наместник старшини Гомельского городского выканавчика комитета Сергей Анатольевич Радзюк. Звонков от жихару областного центра чекают по номерам 75 18 54. Яки завсёды по суботах промые линии будуть организованы так само у районных администрациях и райвы конкамах. Згодно с указом президента Республики Беларусь номер 222 об регулировании предпринимательской деятельности подыходясь до конца термин реализации продукции, якая немая необходимых документов об подтверждении походжения и поставщика. Такие товары необходимо продать до конца 2015 года. За продаж несертификованных товаров на территории Мытного Союза предуглеживается немалый штраф, а продукция подлегает конфискации. В связи с чекаемыми изменами 500 человек по Гомельской области изменили сферу своей деятельности. Каля 5 тысяч предпринимательников стверждают, что у каждого из них находится занадто шмат решетков продукции, продать, якие до конца года не являются махчимым. Меж тем, сделать это можно было на протягу 18 и попередних месяцев. А пряча того, на данный момент, 60% предпринимательников мают усе необходимые документы. Не зря каждый из регламентов начинается со слов о безопасности. О безопасности пищевой продукции, о безопасности продукции легкой промышленности, о безопасности продукции для детей и подростков. Зараз отзначается рост наемной працы у индивидуальных предпринимательников. До речи, у целом скороченном працонных мест у Няма. Меж тем, сегодня протягивается работа на корысть покупников. А кроме обовязковых с наступного года сертификации и декларования у метах споживецкого комфорта и безпеки с первого студеня каждый индивидуальный предприниматель повинен установить терминал. Давайте посмотрим, с точки зрения потребителя, ведь не заставляют ставить подсвеженные терминалы в достаточно большом количестве мест. Да, это затратно, но с точки зрения потребителя и мне, и вам, и, наверное, вашим близким, удобнее рассчитываться карточкой. А кроме того, такие новые введения нияк не добьются на коште и разностайности товаров. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». С часа у брата Улюмьер кино было и застаётся любимой забавой миллионов людей во всем свете. На этом тыдне своё профессийное свято отзначила миновита белорусская киноиндустрия. У приватности у Гомельской области сегодня находится 20 кинотеатров. Наш корреспондент Ганна Ковалева побывала у гостях у коммунального унитарного предприемства «Гомель» киновидеапракат. Гутарка об новых технологиях, самых кассовых фильмах года, некомерцейным белорусским кино и многим іншим и шла с генеральным директором предприемства Александром Лауриненком. Интервью с ним глядите у программе «Навинытыдня» у неделю у 20.30 на телеканале «Беларусь4». У Гомеля отбылась и премьера одного из самых чаканных фильмов этого года «Зорные войны» о будженне силы. Першая стушка культовой саги вышла на экраны у 1977 годе. Она отримала великий поспех, тому у худким часе за ее з'явилися два протяги. Прас 20 годов гэтая трилогия была перепрацованная с выкарыстанием компьютерных спецэффектов и выпущена у пауторный прокат. У 1999 годе на экраны был выпущенный фильм «Зорные войны» эпизод перший «Схаванная погроза», який поклау початок новой трилогии перед историей оригинальной. Про то, как у Гомелес устрелили сёмый фильм с усветной вядомой киноэпопеи расскажет Вероника Ворошилина. На гэтым титни киноматры во всем свете смогли убачить долгошеканный протяг культовой фантастичной саги «Зорные войны». Такого ажиотажу на контбилет не было давно. Их пошли бронировать за несколько месяцев до выхода фильма. Такую знаковую премьеру у Гомелес устрелили неординарно и с масштабом. У кинотеатра имя Калинина перед пошатком фильма разгорнулася феерычное космичное шоу. Гастей вечера забавляли галлонные персонажи «Зорных войнов» – джедаи и ситхи – представники светлой и темных сил. Разом с ними присутные удельничали у цикавых викторынах и конкурсах на ведание сюжету и героев гэты суцветновядомой киноэпопеи. Отказы на пытанье поступали им гненно, что совсем не дивно тут собрались и соправданные фанаты «Зорных войнов». Больше из них ведают фантастичную сагу детальово и все душой хвариют за поспехи и новой «Семой стушки». Неизвестно, что фильм уже хороший. Чуть-чуть удалось прочитать рецензию от людей, которые успели оценить раньше нас. Чуть-чуть совсем дальше не читал, потому что не хочу портить ощущение вот этого всего нового. Будет круто просто, я это чувствую. Меж тем, для створения еще больше атмосферы фантастики и экшена тут так само разместили амаль трехметровых трансформеров, яны хоть не мают промого дочинения до фильма «Зорные войны», однако гэтый аттракцион крыстаусе у гостей не меньшим попытам. За некольких вилін до демонстрации кіностушки у зале кінотеатра разгорнулося светловое шоу «Битва джедаю» и «Схитхау», колер мячу яких характеризует становчие або дмовное призначение. После этого отбывся показ долгочаканной премьеры. Многие киноэксперты сходятся у меркавань «Стушка», «Зорные войны» мают все шансы, кап стать одним из самых кассовых фильмов за всю историю светлого кинематографа. С гэтыми прогнозами згодны и супрацовники кіноиндустрии Гомельщины. В 2015 году наиболее кассовым фильмом у нас числится в настоящий момент фильм «Форсаж 7», где мы собрали около 1 млрд рублей. Но, судя по количеству проданных предварительных билетов, их продано более 4 тысяч билетов на «Звездные войны», «Пробуждение силы», седьмая часть. У нас есть все основания полагать, что этот фильм побьет все рекорды проката фильмов, которые были осуществлены в кинотеатрах города в 2015 году. Фильм «Зорные войны» об уджении силы объеднял як добро знайомых усім персонажам, так и новых героев. Ведовичный захопляльный он рассказывает об их фантастичных пригодах и экшн-битвах. Новый эпизод легендарной саги, якая покорила миллионы людей во всем свете гомельчане смогут убачить на экранах кинотеатров до 8-го студеня «Жихары» в области до конца наступного месяца. Вероника Ворошилина, Валера Игпанько, телерадо и компания «Гомель». В Гомельской области стартовал сезон доброчинных перводновогодних спектаклей. Один из них отбросся на сцене у Луковской допоможной школы-интерната. Глядочами стала и наша здымочная группа. Театральный микс одразу с двух казок представила трупа Гомельского областного драматичного театра. Правда, не на своих подмостках. Спектакль «Буратино» в изумрудном городе убачили выхованцы у Луковской допоможной школы-интерната. Гэты показ стал участкой буйного доброчинного марафону, промеркованного до святкования Нового года. Новый год это всегда надежда на что-то лучше, всегда надежда на сбывание мечты. Ну и куда, как не сюда мы приехали в преддверии этого праздника наша большая театральная семья в эту семью детскую решили подарить вот свой подарок, потому что в силу обстоятельств эти ребята обделены какого-то такого более яркого, чем другие встречи Нового года, ну и как мы могли забыть наших самых дорогих, самых маленьких зрителей. Историю про пригоды Буратины, Мальвины и Соломяна Гапудила уже убачили в многих школах и детячих садках. На протягу этого года артисты презентовали спектакль по всей области. Тут же его представили у першиню. Наши дети сегодня очень рады, потому что ждали давно этого события, поэтому очень большое спасибо всем. Мы посещали разного рода театры и у них на сцене, и в театре кукол, но вот сегодня впервые на нашей сцене мы будем уже встречать наших гостей. У целом, история сопрационничества школы-интерната с драмтеатром началась и аж 4 годы тому. Зараз тут выховываются 132 детятей с особливым лесом, которые завсюду были уже немало. Особливостью этой стал не только приезд самих артистов в школу-интернат, но и незвычайный подарок театрального коллектива. Усим выхованцам артисты поднесли удар веолизного двухметрового снеговика. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого вечера. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин